Субтитры создавал DimaTorzok В конце серии мы добрались до космодрома, встретили тут пьяного космонавта, поговорили с ним И в конце серии, я сейчас хочу проверить, вроде бы у нас получилось его слегка освежить Может он протрезвел и выдаст нам на гора чего-нибудь вразумительного, поговорим с ним Успокойтесь, все окей, просто утренний душ, вы вчера немного перебрали? Это точно, и не в первый раз, думаю, что и не в последний Черт, слова трещит, говорите шепотом, ладно? Извините, пожалуйста, я не нашла другого способа привести вас в черт Да, способ вы нашли, что надо Вижу, вы вообще решительная женщина Так, ну что, я не думаю, что нам нужно заново теперь по этому списку проходиться Давайте спросим у него про Аралабад Вы знаете, где находится Аралабад? Аралабад? Давно о нем не слышал Это морской курорт, все большое начальство там отдыхало и развлекалось Ну и еще военные после ранений, спекулянты, политики в отпуску, прочее жилье Вся шайка-лейка и все за казенный счет А вот мне ни разу не досталось бесплатной путемки Без пяти минут народный герой И ни разу не отдохнул, как человек А где именно этот город? В Востоке, нам больше знать не требовалось Маршрут был заложен в Дирижабль Прямо отсюда и туда Отлично, расскажи тогда нам что-нибудь про Дирижабль Как вы думаете, Дирижабль в порядке? Не знаю, на нем сто лет Мне еще нужно разобраться с управлением Об этом не волнуйтесь, там автопилот Взгляните, если интересно Вот, ключ Спасибо Так, уже что-то Так, а ты что-то там про Гагарина рассказывал, когда мы спрашивали про птицу Вас не удивляет, что на космодроме столько птиц? Железные фермы Тут для них просто рай А сейчас еще тихо, спокойно Вот они и слетаются тучами Я иногда напускаю на них Гагарина Как добрые старые времена Гагарина? Это золотой ястреб Последний остался Нам же надо было разгонять этот курятник перед запусками Ну и, ясное дело, я растреба на них У-у-у, вы б видели, каков наш Гагарин в деле Мигом сейчас ставим рассыпную Только пярышки разлетаются Понятно Так, больше ты нам про орлобат ничего не скажешь? Вы знаете, а где... Так, все понятно Помочь можешь? На базе маловато машин Когда космодром решили закрывать Отсюда вывезли все, что куда-то годилось Неважно Но еще другой способ Если что, спрашивайте Не стесняйтесь Хорошо, а про нашу задачу? Ах, приехала на путь Но он сломался, к сожалению Мне срочно надо в орлобат Мне сказали, у вас можно одолжить транспорт Сказали? Кто же ты сказал? Надеюсь, не Сергей Бородин? Ну, именно он Он самый директор индустриального комплекса С ним поосторожнее, барышня Он не в своем уме Коварный и очень опасный тип Он посоветовал найти вас Но у меня такое впечатление Что ему до вас особого дела нет Это меня мало заботит А вам скажут уходно С ним держи ухо вас строг Понятно У них какая-то взаимная неприязнь Ничего Приятно было поболтать А теперь, пожалуй Пойду на боковую Да, иди проспись А, нет Нам, по-моему, не туда Где там был дирижабль Дирижабль был там Да, пойдем на лестницу Теперь у нас есть ключик А, вот он Мы же не могли даже зайти сюда Отлично Ну, и тоже Следы присутствия Ганса Форальберга Механический Пилот Не похоже, что эта штука работает Интересно Очень интересно И что нам с этого Нам, по-моему, с этого ничего Да? У нас есть бутылка водки Клещ и отвертка Здесь Но это никак не применимо Так, ладно Ладно Опять надо С этим космонавтом Тогда беседовать Что здесь неисправно? Давай пробежимся Кейт Так, а там что было? Я уже забыл А вот он бродит как раз Вот ты-то нам и нужен Товарищ А вот вы где Я вас искала Я запустила автопилот Но дирижабль не желает лететь Не знаете почему? Ну, может и догадываюсь Но вы, насколько я погляжу Неплохо разбираетесь в технике Скажем так За время пути Я успела познакомиться С машинами Канск в Урале И пока что справляюсь Знаете что? У меня предложение Вот я сижу на космодроме Черт знает сколько Все эти годы Твержу себе Что когда-нибудь Отправлюсь в космос И лучше бы поскорее Пока водка не совсем меня доконала Но для этого нужно знать Как работает это летающее крыло Сдается мне, что вы можете Меня просветить по этой части Помогите мне полететь к звездам А я вам за это объясню В чем дело с дирижабль Согласны? Почему бы и нет? Попробую что-нибудь сделать Какое крыло? Ему надо Ну скоро вы там Сколько можно возиться? Ну так подождите еще немного Я стараюсь Извиняюсь Просто уже нет сил терпеть Вы даже не представляете Как долго я ждал эти минуты Тут у тебя Между попойками Такие возникают Озарения Да? Полететь в космос Что мы там можем сделать-то? На диалог Он теперь с нами не выходит Так Тут у нас пульт Не совсем понимаю Эта штуковина застряла Ну застряла, да Дальше-то что? Может отвертка? Нет Клещи? Нет Ну водка Это вообще маразм Так Тут ничего не нажимается Ммм Д Включено по-моему В этом положении Отлично Нет Включено все-таки В этом положении Так Что это? Недопустимая процедура Понятно А это что? Требуется образец крови Требуется образец крови Образец крови Странно Если эта штука вообще работает В ней явно чего-то не хватает Недопустимая процедура Ладно Интересно А чей образец крови Его что ли? Где нам ее взять? Куда он ушел-то? Куда он убежал? Бегай тут его ищи По всему космодрому К себе в хижину пошел, может? Нет Его здесь нету Гемоанализатор К чему мы его можем применить-то? Так Хорошо 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 Или нам его к себе надо применить? Нет? Нет Что-то я не понимаю Куда делся этот космонавт Несостоявшийся Ничего такого здесь не видно Не похоже, что это Не понимаю Или мы его Или он залез в эту капсулу А мы ее подняли? Ну это мы, по-моему, вообще на выход идем К монорельсу Так, ну что Давайте тогда попробуем Капсулу эту обратно опустить вниз Нет, в эту сторону Наверное он залез туда, в нее внутрь Поэтому и пропал Из поля зрения Так, ну-ка вниз Не допустим Ладно Так, пошли вниз Появится он там, нет? Ну точно Эх да Так Ну, что-то вроде получится сейчас Товарищ Борис Ну, вроде бы все, да? А нам сейчас скажут, что извините Кровь не подходит Здоровья ноль Он же тут бухал, сидел Сколько Не просыхая Итак Попробуем поднять его вверх Картинка со шприцом Это, наверное, проба крови Результат отрицательный Повышенное содержание алкоголя Отлично О чем я и говорил Так, центрифуга Окей Кажется, я разобралась с этой машиной Садитесь и запускаем Полковник, ты в порядке? В дальнейшем Оклевкое головокружение Я же космо... Ой, космонавт В конце концов Космолох Так, и что дальше? Так, а если мы его сейчас запустим Как он нам расскажет Про дирижабль? Миша Уолкер Как слышите? Прием! Безобразно Говорите громче Да, готов Нажимайте кнопку Так, я не понял А про дирижабль? Ну ладно Начинается отсчет Программа запуска активирована Начинаю отсчет Полковник Вы не сказали про дирижабль Как его запустить? Дирижабль Натаром Калинченым Коленчатым Коленчатым Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Ноль Пуск Все Ушел в небеса Ну и что про дирижабль? Коленчатым Чего коленчатым? Куда коленчатым? Коленчатый вал есть Но по-моему здесь это не тот случай Может быть на месте запуска что-то есть? Нет Это она обратно хочет Тихо Это тут и было? Или оно появилось? Коленчатый рычаг Хорошо Пошли к дирижаблю Интересно Зачем нужен тот рупор Который находится Там В другой части космодрома Может быть это там нужно Рычаг этот вставить? Ну похоже да Пойдемте Потому что тут я не представляю Куда можно вставить этот коленчатый рычаг Сейчас мы быстро-быстро туда сбегаем Давай-давай-давай Быстрее Побыстрее Так Вот там Вот в той стороне Сейчас поднимемся по лестнице Сюда И вот Разве не сюда Вставляется? Отлично По-моему сюда А это Гагарин Сейчас он всех птиц Прогонит Хорошо Побежали обратно По-моему тут все уже условия соблюдены Для полета Варалабад А что нас ждет там? Это очень интересно Ну как Примерно я представляю Что нас ждет Нас ждет Встреча С Еленой Романской Судя по всему Нам предстоит ее уговорить Приехать В Комсомольск Получится Есть Поехали Красотища Красотища Везде следы запустения Хорошо Вот мы и приехали Итак Пойдем разбираться Изучим Этот Ну как Как эта локация называется Куда мы прилетели Ролабад Алло Эй Чем вы там занимаетесь? Мне нужны новости Результаты в конце концов Э Конечно мистер Марсон Мы все в этом заинтересованы Я делаю все что в моих силах Но пока что новостей нет Эй Вы похоже не понимаете Насколько это срочно Игрушки по всему свету Стоят у меня над душой И капают на мозги Я не могу так долго вешать им лапшу на уши Вы ставите нашу фирму В крайне неловкое положение Мне очень жаль Но мне пришлось сильно изменить Первоначальный план Мисс Уолкер Вы ходите по минному полю Сколько можно повторять Что это контракт С первостепенной важной Первостепенной Вы поняли? Я прекрасно понимаю Мистер Марсон Поверьте Я делаю все что в моих силах Но это действительно трудное задание Обо всех трудах Будете рассказывать Когда вернетесь домой Когда я в следующий раз позвоню Будьте любезны Рассказать мне что-нибудь существенное Ясно? Да, мистер Марсон Достал этот Марсон Ну, в принципе, его тоже, конечно, понять можно С одной стороны А с другой стороны Как красиво! С другой стороны Пошел к вам задницу Так Ну, зайдем в домик Здравствуйте Добрый день, сэр! Добрый день, мэм! Добро пожаловать в отель Кронский Меня зовут Феликс Сметана Я полагаю, вы не бронировали номер, верно, да? Но не важно У нас есть несколько свободных номеров С видом на море Так что Вот пока что Самый лучший вот этот Эээ, простите Я вообще-то не собираюсь останавливаться в Орлабаде О-о-о, как! В таком случае чем могу быть вам полезен? Давай про нашу задачу расскажем Или давай представимся Как положено Позвольте мне представиться Меня зовут Кейт Олкер Я юрист И действую по поручению Крупной юридической фирмы в Нью-Йорке Я расследую одно очень деликатное дело о наследстве Рад познакомиться, мисс Как вы сказали? Колкер? У-у-у Ка-у-у Волкер Ха-ха Феликс Сметана К вашим услугам Я работаю администратором этой гостиницы Между нами Мне, знаете, часто приходится выполнять роль управляющего Ну, увы Теперь наша гостиница уже не та, что прежде Уже вовна Гостиница просто великолепна Это старомодная роскошь О, вы еще не видели наших номеров Вот уже больше ста лет здесь жили знаменитости со всего света Хотите номер получить? Нет, большое спасибо Я не собираюсь здесь останавливаться Мне назначена встреча Ага, понимаю Что ж, в таком случае ничем не могу вам помочь Да нет, давай мы тебе расскажем сначала про нашу задачу Я бы хотела поговорить с одним из ваших постояльцев Знаете что, это крайне нежелательно Вот так Ни один из постояльцев не предупреждал, что ждет посетителей Вы не можете появиться просто так У нас очень строгие порядки на этот шот Не-е-е В наши дни, знаете, хорошая гостиница Не может себе позволить пускать Всяких там, знаете, непрошенных гостей с улицы Не-не-не-не-не-не-не-не-не Пожалуйста, мне просто необходимо с ней поговорить Это очень важно Если бы это было настолько важно Вы могли бы предварительно позвонить сюда, вот так Люди приезжают сюда отдыхать Знаете ли, они ищут уединения А этого не так легко достичь в наши дни Не буду вас больше задерживать, мем Все, до свидания, все Честно говоря, если бы я могла позвонить, я бы позвонила Но я не могла, пожалуйста, сэр Не могли бы вы сделать небольшое исключение Не-не-не-не-не-не-не-не Государиня в нашем отеле ни для кого не делают исключение Все, желаю удачи, все, до свидания Ну ладно, ты, короче, на своем стоишь На своем стоишь И не хочешь вообще нам никак помогать Лысый пень Так, пошли дальше Куда мы тут можем Двинуть Тут, наверное, закрыто, да? Ну да Дверь заперта, но мне нужно туда попасть Ну понятно Тихо Так Что это такое? Моющие средства Давай, 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 Фенальти, давай, Фенальти О, спаслюха Так Ну здесь больше ничего мы не можем взять Мы еще и средства взяли Ну-ка Что-то тут есть Бей, 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 бей Дай его, бей, бей Ой-ой-ой Зачем мы открыли шторы? Ну с ним разговаривать Без толку, да? Пойдемте посмотрим на улицу Тихо А, это вызов Мне неловко беспокоить вас снова Но мне крайне необходимо Увидеть мадам Романскую Да, о-о-о И думать об этом забудьте И вообще, все Все двери в гостинице закрыты На замок, все Никого нет, все Все ушли на фронт Нет, никого нет Зачем вы мне это говорите? Просто так На случай Если вы тут ходите вокруг Вот и все Времена меняются, мисс А нам необходимо Обеспечить Видите табличка Безопасность наших постояльцев Незбанным гостям Равно как и песку И морской соли Уход в гостиницу Запрещен Все У нас два стула пропало позавчера Понятно Что ж, спасибо за теплый прием Ну, а про Аралабатор пусть расскажет Очень жаль, что в гостинице нет постояльцев Ой, у нас были золотые времена Но это все в прошлом Вот и все Это вас не огорчает? А почему это должно меня огорчать? Когда-то я принимал здесь великих людей А теперь у меня остались одни воспоминания Ладно Что ж, в любом случае И давайте продолжим наше изыскание Уже в следующей серии Так как эта серия уже подошла к концу Попробуем разобраться Чего тут, да к чему Как нам попасть внутрь гостиницы И поговорить таки С Еленой Романской Так что всем спасибо за внимание И до следующей серии Пока Продолжение следует...